Вчера 22 июня в городах и районах Вологодской области прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. У мемориалов были возложены цветы, венки. Прошла хорошая акция, которая называется «Свеча памяти». А сегодня мы участвовали в торжественном мероприятии, посвященном окончанию обороны села Оштый. Эта территория очень знаменательна для Вологодской области, так как только здесь происходили боевые действия во время Великой Отечественной войны. Оштинский оборонительный рубеж был очень важен для Советского Союза, потому что именно здесь, в окрестностях села Ошты, финские и немецкие захватчики пытались прорвать оборону, выйти к Мариинской системе, выйти к Северной железной дороге и замкнуть второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда. В окрестностях села Ошты погибли десятки тысяч красноармейцев и местных жителей, которые активно помогали Красной Армии. Поисковики уже долгое время проводят здесь большую работу, поднимая останки павших и захоранивая здесь, в центре села Ошты, при торжественных мероприятиях. В 2015 году в Вологодской области объявлен День памяти, 20 июня, окончание обороны села Ошта. Но история на этом в Оште не закончилась, потому что более 40 минных полей пришлось разминировать жителям села Ошты и окрестных деревень. Окончательное разминирование закончилось только в 60-х годах прошлого века. И действия разминирования унесли еще десятки жизней, уже мирных жизней граждан, жителей, селян, Ошты. Сегодня в ходе нашего торжественного мероприятия были преданы земле останки 20 воинов, красноармейцев, защищавших село Ошту и ее окрестности, погибших во время обороны. Очень важно, что жители Ошты, окрестных деревень помнят своих защитников и очень трепетно относятся к этому месту в центре села, где происходят захоронения. Я уверен, что это не последнее захоронение бойцов Красной армии, потому что поисковые отряды работают длительное время и каждый год поднимают и поднимают останки погибших. Здесь, как нигде, осуществляется девиз поисковых отрядов – война не закончена, пока последний боец не предан земле. Очень важно, что в этих памятных мероприятиях участвует большое количество молодежи, школьников, юноармейцев, кадетские классы. Они вместе с поисковиками ведут хорошую работу по поднятию останков, по захоронению. Это память. Память, которая будет жить с нами вечно от тех, кто отстоял нашу свободу и независимость. Нашу с вами современную и настоящую жизнь.